Приветствую! Думаю, все уже слышали о том, что на границе якобы изменились правила выезда мужчин из Украины во время военного положения. При этом эти изменения якобы произошли вчера вечером. На данный момент никаких официальных данных по этому вопросу нет. Правила пересечения государственной границы не изменились. Никакое законодательство не изменилось. При этом ни на сайте погранслужбы, ни на фейсбук страничках погранслужбы и ее региональных управлениях, ни в телеграм-каналах нигде нет информации о том, что они каким-то образом изменили правила выезда мужчин из Украины. При этом также давал интервью представитель ДПСУ уже сегодня и тоже сказал, что ничего не изменилось. Но, а что на практике? На практике следующее. За эту ночь, то есть 29 на 30 октября, у меня есть три подтвержденных выезда по документам с непредатностью, с выключением звездкового облика. То есть это те люди, которые ехали по моим консультациям и у нас с ними есть контакты, они дали обратную связь, что выехали. При этом все написали, что даже там было два человека, которые, да, по-моему, двое из них выезжали ранее и говорят, что раньше как-то проще я выезжал, а сегодня меня держали там несколько часов. Далее, кроме этого, выезд с инвалидами. Здесь практика такая, вот подтвержденная практика за эту ночь два к одному. Есть один человек, который отписался, что он выехал, что, да, проверяли долго, но в конце концов выехал. И два человека, которым отказали в выезде, причем документы я их смотрел, документы нормальные. У людей были пенсионные удостоверения, эти пенсионные удостоверения действующие, причем у одного человека было аж 14 года еще. То есть старая, понятно, что это не какой-то там ухылянд, который вчера пошел где-то там заплатил денег, купил инвалидность и все. То есть старая история. Но человека не пропустили. Хотя там у меня есть подозрение, что его не пропустили, потому что он показывал еще военный билет. А в военном билете он исключен был не на основании закона ОВО и ВС статьи 37 пункт 6 под пункт 3, а на основании приказа 402. И сейчас кто-то там уже чувствует, пишет комментарий, Олег, а разве это не одно и то же? Да на самом деле это одно и то же. И пограничники должны понимать, что эти записи, они принципиально в основе своей имеют одну и ту же причину. И просто да, эта запись неправильная может быть, если пишут, что исключен на основании 402 приказа. Но суть-то от этого же не меняется. Но прикордонники посчитали, что суть меняется. И мне кажется, что на основании этого человека не пропустили. Друзья, слежу за развитием событий. Буду публиковать информацию, которая мне поступает. Размещать я ее буду оперативно сегодня, невзирая на то, что вроде бы суббота и предпраздничный день. Но вся информация, которая будет появляться, буду размещать у себя в телеграм-канале. Ссылочка на него есть в описании к данному видео. Ну и сейчас на своих экранах. Вы где? Вот здесь? Да, или вот здесь? Видите название канала, как его можно найти в телеграме. И я там размещу соответственно вот все отзывы, которые будут сегодня у меня от людей, которые выезжают. Вот либо выезжали ночью, либо сейчас днем будут выезжать. Все буду публиковать, чтобы держать вас в курсе. Возможно ли вообще то, что происходит с точки зрения закона? Но мне кажется, мне кажется, что если это действительно все правда, то, что вот сейчас в телеграм-каналах пишут. А давайте все-таки исходить из того, что не всегда в телеграм-каналах пишут правду. Либо там приукрашают частенько. Но если это правда, то у меня есть подозрение, что ДПСУ вспомнила о неких нормах закона про ВО и ВС, закона о военном положении, закона про мобилизацию, которые теоретически, чисто теоретически позволяют сделать то, что заявляется в интернете, что пограничники просят отметку об отсрочке или разрешение на выезд. И сейчас я вам покажу эти нормы. Вот как там было. Я вам карты принес, покажу. Вот откуда нападение готовилось. Вот я вам сейчас покажу эти нормы закона, на основании которых, как мне кажется, они сейчас вот начали там как-то изменять правила выезда. При этом правила пересечения границы, то есть сам нормативно-правовой акт постанова КМУ номер 57, она же не изменилась. Ну а как мы знаем, что ДПСУ уже показывала не раз, что своими лыстами внутренними, да, они могут изменять правила выезда. Давайте закон посмотрим сейчас. Сейчас на ваших экранах закону воинской обязанности и воинской службе, где достаточно давно прописали вот такую норму. У военный час забороняется выезд призывники військовозобовязанных тарезервистов с месяца проживания без дозволу коряка відповідного РТЦК та СП. И, конечно, здесь вы скажете, но это же имеется в виду выезд в том смысле, что смена места регистрации, да, про смена прописки так называемой. Так мы трактовали до этого момента, и так трактовали они до этого момента, но, как мы с вами знаем, закон можно трактовать по-разному. И вот давайте посмотрим в законе про мобилизационную подготовку и мобилизацию. Здесь вот аналогичная норма громадянам, які перебувають на військовому облику. С моменту оголошення мобилизации забороняется зміна місця проживання без дозволу посадової особы, вызначенную частину 3-й цей статьи. Ну, а там вызначен тоже начальник ТЦК ЕСП. Это 22-я статья закона про мобилизацию, часть 6-я. Но здесь тоже місця проживання, да, мы акцентируем здесь свое внимание на том, что это смена места жительства, а я ж не меняю место жительства, а я просто, допустим, там деду, не знаю, к родным и вернусь обратно на границу. Но у нас есть еще и закон о правовом режиме военного положения. И вот здесь в 8-й статье, в части 1-й ее, есть пункт 16-й, где написано, что во время военного положения можно заборонять громадянам, которые перебывают на військовом облике, ну, перелик тут, где перебывают, изменять место проживания и в скобочках место перебывания. Вот смотрите, что интересно, без дозволу військового комиссара, то есть еще не привели в соответствии данную норму закона про ВО и ВС, ой, нет, это правовой режим военного положения, да, вот військовый комиссар остался. Но вот обратите внимание, место пребывания. И для чего я вам это все показываю? А это я показываю для того, чтобы вы понимали, каким нормам пограничники могут сейчас прицепиться, да, за что зацепиться, чтобы объяснить, почему меняются правила пересечения границы. Это лишь мое предположение, акцентирую внимание, это не значит, что у погранслужбы именно такая позиция, это мое предположение. Когда получим официальную информацию, обязательно сделаю видео, обязательно будет разбор и рекомендации уже конкретные, что делать в этой ситуации, потому что сейчас нам абсолютно непонятно вообще, что будет. Еще раз напомню, подписывайтесь на телеграм-канал, там буду оперативно выкладывать всю информацию новую, которая поступает по этому вопросу. Ну, а тем, кто уже едет, я искренне вам желаю, чтобы вы не просто так уже поехали, да, не просто так потратили деньги на билеты и очень надеюсь, что погранслужба все-таки пропустит вас хотя бы в соответствии с теми правилами пересечения границы, которые действуют на сегодняшний день. Да, я имею в виду постанову КМУ номер 57. Ну и, конечно, всем желаю удачи, благополучия и мира. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok